Дай почитать Напоминание самому себе о смерти, или вернее то, что смерть напоминает о себе, это полезный и необходимый стимул, заметил Джулиан Барнс в книге «Нечего бояться». А еще известный физик-теоретик Стивен Хогинг признался, когда узнаешь, что, возможно, скоро умрешь, быстро понимаешь, как много должен успеть сделать до того, как твоя жизнь закончится. Вот к таким выводам приходит Алексей Козлов, историк, автор YouTube-канала 42 тысячи подписчиков, посвященного религии и атеизму. Последовательно и подробно он рассказывает о мощах нетленных, буддистских мумиях, нетленных телах вождей, о пучинах парижских и капуцинских катакомб, о каннибалах, о погребенных заживо, о вампирах, а также про крематории, про зеленые похороны, про ресомацию и про многое другое. Скучно не будет ни на одной из трехсот страниц этого издания, начиная с нетленных мощей и рассказа об одном из самых известных хранилищ мощей в православной церкви Киево-Печерской лавре, монастыре, основанном в 1051 году еще во времена Ярслава Мудрого, где покоится свыше ста останков божьих угодников, в том числе Илья Муромец, Нестор Литописец, Иоанн Многострадальный, тот самый, который, борясь с плотским лечением, зарыл себя в землю по плечи и провел в таком положении 40 дней. До разоблачения мощей, начавшегося 1 марта 1919 года, по согласию Народного комиссариата юстиции, на многочисленные просьбы трудящихся. Алексей Козлов расскажет и о спящей красавице Розалии Ломбарда, девочке, умершей в два года в 1920 году, выставленной в стеклянном гробу в Капуцинских катакомбах, и о жуткой коллекции Анатолия Москвина из Нижнего Новгорода, выкапывавшего останки детей в возрасте от 3 до 12 лет и делавшего из них ростовые говорящие куклы, и о похитителях трупов. Например, великого комика Чарли Чаплина похоронили в декабре 1977, а в марте 1978 гроб с его телом был похищен. Вдова не поверила, когда неизвестные потребовали выкуп. Чарли нашел бы это смехотворным. В конце концов, останки Чаплина перезахоронили, залив могилу для надежности бетоном. Нет покоя ни на этом, ни на том свете. Посмертные приключения Алексея Козлова, 18+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать